Мы являемся свидетелями рукотворного, огромного спектакля. США заставляет страны Балтии разваливать свои страны. Но о чем это говорит? О том, что нас держат за баранов, за тупых баранов, которым можно вливать в голову все, что угодно. Эстония сейчас готовится к провоенной провоциации. Добрый день! Сегодня совместно с Минск новостями, Правда ТВ, YouTube канал, поговорим про то, что происходит, то, что мы имеем сегодня, на сегодняшний день, то, что мы видим. И с нами на связи Олег Иванов. Это основатель и, скажем так, соучредитель партии КОС, Эстония. Привет! Добрый день! Как твои дела? Очень рад присутствовать у вас на телеканале. Приветствую всех ваших зрителей. Переведу сразу для ваших зрителей, что партия КОС переводится как «Вместе». У нас, в принципе, в названии движения так и указано «КОС вместе», потому что задача была объединить всех здравомыслящих людей, всех национальностей, многонационального народа Эстонии. Задача у нас эта получилась, к счастью. Мы создали движение очень быстро, несмотря на противовействие различных органов. Получили статус партии, участвовали на выборах успешно. И успешно настолько, что моего сооснователя и моего соучредителя после выборов закрыли в тюрьму, посадили в тюрьму, в арестантский дом, без предъявления обвинения. Он находится уже там полгода. И случилось это потому, что у руководства Эстонии случился шок от того, сколько людей нас поддержало. Они посчитали, что на муниципальных выборах с помощью поддержки не граждан Эстонии, граждан России и Белоруссии мы выигрываем муниципальные выборы в Нарве, в Соломяеве, в Картлоярве, в районах Таллина, в самых больших, и вокруг Таллина. То есть самая, скажем так, индустриально развитая часть Эстонии, самая активная часть Эстонии, оказалось, что не поддаются люди зомбированию, которым они надеялись, и которому они подвергали людей 30 лет, рассказывая о том, что все русские страшные люди и так далее, и так далее, и так далее. Не буду эти глупости все повторять. Люди думающие, люди понимающие и люди способные оценить, что происходит на самом деле. Олег, скажи мне, пожалуйста, возможно ли это как-то связано с той санкционной поездкой Айо Петерсона на Донбасс, когда человек хотел показать, что реально там происходит, и, как мы знаем, западные все СМИ, а также политики, они очень боятся, когда эта вся правда выходит наружу. И, возможно, может быть, таким образом они просто ему пытаются закрыть рот? Ну, дело в том, что, как я уже сказал, официального обвинения не было предъявлено Айо Петерсену. Теперь им придется его предъявить, потому что они уже продлили. И все сроки продления, они все превысили, теперь придется что-то предъявить. В прессе проходила информация о том, что якобы, да, не понравилось ему, что Айо Петерсен ездил в Мариуполь, показывал там реальное положение вещей, беседовал с людьми, с разными людьми, и на улице, и в руководстве, и прочее. Показывал правду, которая происходит в Мариуполе. Но прокуратура Эстонии сама же объявила о том, что это не является противозаконным действием со стороны граждан Эстонии. То есть люди имеют право ездить. Другое дело, что после этого они сочлили новую легенду, что якобы в Мариуполь невозможно проехать без содействия спецслужб России. Я часто бываю в Ростове, по работе я живу сейчас в России, и там есть три КПП, рядышком с Ростовом, и там десятки тысяч людей ездят в Мариуполь на работу, каждый день десятки тысяч людей, в том числе и политиков, и журналистов, и строителей, и айтишников, иностранцев. Люди проходят через КПП, их досматривают на наличие оружия, и все. Никакой необходимости сотрудничать с ГРУ, с СВР, с ФСБ России для того, чтобы посетить Мариуполь, не требуется. Это просто смешно. То есть это получается неправда, что нам в Европе рассказывают, если люди едут в Республику Беларусь или Российскую Федерацию, что вас всех завербуют, что вы будете работать только там на КГБ либо ФСБ. Это не так, да? Это новая легенда, очередная легенда, которая руководство КПП, Кальция Полица, это некий аналог КГБ, может быть. Ну, спецслужбы Эстонии рассказывают о том, чтобы запугать людей и заставить не ездить в Беларусью, в Россию. Но вот, как мы видим, очередные рекорды бьют количество выхода на получение электронной визы, которую Россия теперь выдает. Люди не поддаются на эти глупости, это абсолютные глупости. Айва Петерсон и я, мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что если бы были хоть какие-то поводы или хоть какие-то реальные основания заподозрить нас в сотрудничестве с российскими службами, нам бы это все уже предъявили. Конечно, мы этого не делаем, ни я, ни Айва, это понятно. Просто потому, что мы не идиоты, просто потому, что мы не хотим ставить крест на своей карьере в Эстонии и где бы то ни было. Были, будем, есть свободные люди. И понятно, что никакие глупости не смогут. Да, на меня вылили тонну грязи и продолжают выливать до сих пор тонну грязи. Но, повторяю еще раз, это все настолько очевидно для всех думающих людей, что я уже несколько судов выиграл на тех, кто до меня тогда слил. Продолжаю судебные процессы и обязательно доведу их до конца для того, чтобы еще раз, еще раз, еще раз показывать всю никчебность этих обвинений. Но, суть, повторяю еще раз, не в этом. Суть в том, чтобы любым путем, любыми способами заставить здравомыслящие голоса замолчать. В Эстонии сейчас формируется уже несколько объединений здравомыслящих людей, не только мы. мы первые, мы пробили эту стену, мы ее пробили и на себя приняли всевозможные удары из-за этого, но уже формируется и в Эстонии, и в Литве, и в Латвии формируется уже несколько объединений здравомыслящих людей, которые будут, конечно, выступать за спасение своих стран от войны, спасение своих стран от геноцида, от истребления и не повторения судьбы Украины. Смотри, я сам из Латвии, я тоже нахожусь в Республике Беларусь, поэтому я, конечно же, могу говорить, как и ты, у нас ситуация такая, что все те люди, которые граждане Российской Федерации либо Беларуси не сдадут на государственный язык, латышский, то получается, они теряют ПМЖ. Что с ними будет, непонятно, но есть некое такое понятие, вот мне тоже многие эстонцы говорят, что уже якобы Эстония тоже выдворила некоторых людей и их уже, скажем так, подсчет идет на десятки. С чем это связано и почему такая истерия это идет, но нет, чтобы как бы русских допустим, притягивать на свою сторону, как-то их уговаривать, я не знаю, почему так не получается? Вот твое мнение. Полтора года назад озвучил его первый раз и продолжаю говорить, постараюсь до всех довести. Мы являемся свидетелями рукотворного огромного спектакля. Этот спектакль начался со встречи Путина и Байдена в Цюрихе. Вся встреча была с одной простой целью, разделение сферы влияния. Это рукотворная история, повторяю еще раз. США подыгрывает России, делая очередную одну глупость за другой. США заставляет страны Балтии, руководство стран Балтии, разваливать свои страны, растаскивать людей по разным нормам, затыкать рты здравомыслящим людям, убивать, уничтожать экономику своих стран, потому превращая в Прибалтику в очередную серую зону, для готовения ее под судьбу Украины. Это происходит целенаправленно, рукотворно, повторяю еще раз. И сейчас в Эстонии и в Литве и в Польше ты видишь, идет массовая истерия по поводу Вагнера, по поводу Шуаровского коридора. Да, они что-то не хотят границу закрыть. По поводу Финского залива, чтобы там Эстония и Финляндия перекрыли, заблокировали действия России в Балтийском море. Это все зрение одной цепи. И главная, главная причина всему тому, что мы сейчас происходим, это страх. Они видят, они видят, что Россия становится сильнее и могучнее. Они видят, что Россия развивается. За русофобской истерии, которую мы наблюдаем каждый день, солидные органы типа ООН, Всемирный банк реконструкции и развития, Европейский Центральный банк, тихонечко публикуют раз в месяц, пару раз в месяц статистику. И статистика думающим людям все показывает. Вот буквально два дня назад мы все наблюдали, как Всемирный банк реконструкции и развития объявил, что Россия стала пятой экономикой мира и первой экономикой Европы. О чем это говорит? Это говорит о том, что руководство стран Балтии, Латвии или Эстонии в первую очередь, будет нести ответственность за то, что разрушало все эти 30 лет экономику своих стран, заставляя людей не работать с Россией. заставляя людей не зарабатывать деньги и обрушивая экономику своих стран. Это миллиарды евро, недополученные ежегодно, ежегодно недополученные каждый год, и миллиарды евро, которые жители этих стран должны выкладывать из своих карманов и латать своими деньгами дыры, которые образовываются в бюджетах этих стран в результате убогой политики руководства стран Балтии. нам же рассказывали, что Россия это бензоколонка, нам же рассказывали, что Россия вот-вот развалится сейчас, что с ней нельзя работать, сотрудничать. Пример-министр Каякалас прямо недавно опять заявил, что она уговаривает бизнесменов из Эстонии не работать с Россией, при том, что Россия стремительно богатеет и развивается. У нас огромный сосед, громадный сосед, самая богатая по ресурсам страна в мире, самое крупное государство в мире находится у нас под боком, а мы не можем оказывается с ней сотрудничать, благотеть, развиваться рядышком, вместе с ней используя свое географическое положение. Нам Горбачев с Ельцином подарили независимость, нам Горбачев с Ельцином подарили всю инфраструктуру, которую когда-то русские построили. И мы, оказывается, не имеем права, не можем пользоваться этой инфраструктурой и зарабатывать на этом, находясь между Западом и Востоком. Оказывается, у нас нет такого права. У Швейцарии есть такое право, у Финляндии есть такое право, у Швеции есть такое право, даже у Молдавии есть такое право, а у нас нет такого права. Но о чем это говорит? О том, что нас держат за баранов, за тупых баранов, которым можно вливать в голову все что угодно. Но это не так. Мы не бараны, у нас есть мозг, мы не пойдем в окопы, мы будем зарабатывать вместе с Россией. На России, для себя, для многонационального народа Эстонии. Мы об этом говорим постоянно. И, конечно, в руководстве Эстонии внутри сидит страх. Они понимают, что развязка близка, что ближайшие 2-3 года им придется отвечать за все действия, что они совершили. Им придется отвечать за то, что они устроили, за то, что они нацистов привели к власти. Это геноцид, да. За тот геноцид, который они устраивали в отношении русско- и русскоязычных людей. За те законы, которые они вносили в парламент, запрещающий русским между собой разговаривать в жизни, в магазине и дома на русском языке. Им придется отвечать за снос, незаконный снос памятников воинам, сражавшихся с нацизмом. Им придется отвечать по Конституции Эстонской Республики. Конституция Эстонской Республики не подразумевает возвеличивание нацизма. Конституция Эстонской Республики не подразумевает уничтожение и геноцид этнической части русских и русскоязычных людей и эстонцев, которые с этим не согласны. Она это не подразумевает, она это впрямую запрещает. Они нарушают Конституцию своей страны. Им придется за это отвечать. И они понимают, что рано или поздно эстонский многонациональный народ проснется и объединится. Уже сейчас эти процессы происходят на наших глазах. Поэтому у них был шок на выборах. Именно поэтому такая истерия была. Скажи мне, вот я слушаю тебя, прости, что перебиваю, но звучит пессимистично, когда ты говоришь, допустим, о том, что у нас будет серая зона и что мы не пойдем в окопы. Мы же видели прекрасно, как это происходит на Украине, когда людей просто ведут на могилизацию, скажем так, а не мобилизацию. И все те, кто бегут в обратную сторону, то вторая линия уничтожает. Какой выход из этого ситуации? Вот я так понимаю, что ты к этому подводил, наверное, по поводу выборов, но можно ли верить этим выборам? Мы же видели ситуацию с вашей партией КОС. Все прекрасно понимали, что вы, в принципе, получили тот самый проходной балл. Но получилось, как получилось. Ну да, они дали мне 7 голосов за границей, а его дали 20 голосов за границей, при том, что мы в избиркоме и в суде доказали, что более 10 тысяч голосов только тех, которых мы притащили с собой в Талмудах. И они на камеру согласились с тем, что это настоящие живые голоса, которые были отданы за меня и за его за границей. Только за границей. Это как раз те голоса, которые якобы не хватило, чтобы пройти в парламент. Ну и якобы не хватило для личных квот меня и Айва. Понятно, что мы оба набрали эти личные квоты. По одним только заграничным голосам многократно эти квоты превышают. Но суть этих выборов, понимаешь, у нас задача была, главная задача была в другом. У нас главная задача была задекларировать всему миру и объявить о том, что в Эстонии есть суверенный многонациональный народ, который в состоянии самостоятельно за себя решать и самостоятельно, без кураторов, решать будущее своей суверенной независимой страны в Эстонии. И у нас это получилось. Один только форум, который мы провели, экономический форум, с участием европейских и российских политологов и эстонских, набрал несколько миллионов просмотров в разных соцсетях, в ТикТоке, в Фейсбуке и так далее. Много миллионов человек увидело, что в Эстонии такие люди есть. Поэтому мы именно там и приняли эту декларацию и манифест к эстонскому народу. Мы пытались и пытаемся разбудить умы людей. И эти выборы помогли нам это сделать. Мы заявили о себе как о силе, о том, что есть такая сила в стране, с которой можно разговаривать. Если ты в курсе, то у нас все депутаты нынешнего парламента, все как один проголосовали за объявление России террористическим государством. Так же, как и у вас в Атве. Поэтому Россия не будет разговаривать с теми, кто объявил ее террористом. Это же очевидно. У нас все как один поддержали снос солдатам, воевавшим памятники, солдатам, воевавшим против нацизма. Понятно, что с ними не будут разговаривать. У нас все как один проголосовали за санкции. Понятно, что с ними не будут разговаривать. Поэтому наша сила являет собой ту силу политическую, мы уже теперь полноценные, у нас теперь партия есть, с которой будут разговаривать и которая будет спасать экономику этой страны, Эстонии в данном случае. Мы знаем, что в Литве уже подсобираются подобные силы, в Латвии есть уже подобные силы. Мы знаем, что эти люди преследуются сейчас по закону, уголовные дела в отношении возбуждается и так далее. Но это не помешает людям объявить о том, что они есть. Мы объявили о том, что мы есть, нас услышали. Я нахожусь в России, меня узнают на улицах почти каждый день. Мои интервью с Хайзином, со Стариком мы с прочими большими известными фигурами набирали миллионы просмотров и люди понимают, что мы есть. И то, что мы сейчас делаем, то, что мы сейчас делаем, мы же продолжаем работать каждый день. Мы продолжаем работать каждый день. Наша задача сейчас развиться, развить филиалы, отделения, во всех районах представить себя. Даже если, даже если его будет в тюрьме, если даже его не выпустят, ну создадим прецедент, пойдет человек из тюрьмы на Европарламент, взорвем инфространство не только при Балтике, взорвем инфространство Евросоюза. У нас это получается благодаря интернету и благодаря тому, что мы говорим правду. Благодаря поддержке людей, да. Люди смотрят и поддерживают и пользусь случаем еще раз хочу сказать огромное всем спасибо за поддержку и за ваши просмотры, за ваше участие и за то, что вы действительно присылали нам эти скрины, потому что это же был шок, когда подъезжает полиция, например, когда мы стоим на пакете, на выборах. А что вы тут делаете? Я вот показываю так телефон, а там каждую секунду бегут письма от людей, которые присылают свои голоса за меня. Каждую секунду так тын-лин-лин прямо на почту. У других политических деятелей был просто шок от того, что мы создали прецедент. И когда я протащил эти талмуты разбирком, они просто не знали, что с этим делать, потому что они, то есть, когда они другие политические силы спрашивали, а чем вы докажете, тем, что вы реально пострадали из-за вот этих недостатков, недочетов, у них не было этих доказательств, у нас они были. И в госсуд они представили, но решение госсуда ты, наверное, знаешь о том, что, оказывается, Алик Иванов не может притащить талмуты в суд с требованием проверить эти голоса. Оказывается, я не имею права представлять доказательства и требовать их проверить. Что же я тогда могу? Демократия. Понять и простить. Вот все, что я могу. Это решение госсуда на секундочку. То есть, все, все это очень убого, пещерно и очень печально. И люди понимают, что они нарушают закон, они нарушают конституцию своей страны, основной закон. Они понимают, что за это все придется отвечать. И в глазах, и в сердце страх такой, что они не знают, что с этим делать. Ну, посадят они в тюрьму одного, второго, третьего, дальше что? А нас десятки тысяч. Ну, подожди, у нас же в Латвии, в Лепае строится новая тюрьма на 11 тысяч человек как раз с Эстонии, с Литвы повезут. Вместо того, чтобы школы строить, допустим, они занимаются нормальным, хорошим бизнесом, так сказать. Отношениями с школами уже поздно, потому что, зная, что против меня готовится ряд провокаций, я решил немножко паузу взять и не возвращаться в Эстонию до тех пор, пока не пойму, что у нас действуют суды в Эстонии законные, и не дождаться решения по Айве Петерсену. Поэтому сейчас уже поздно. У нас есть партия, да, она действует строго в рамках закона, всех ее участников посадить не получится, все движение посадить не получится, мы в любом случае будем функционировать, и мы в любом случае своего часа дождемся. Мы заставим этих негодяев и преступников, которые совершают преступления по отношению к Эстонии, уйти или сесть в тюрьму, или уйти, и мы все равно рано или поздно придем к власти. Да, Олег, я читал твою статью на Фейсбуке по поводу цифрового рубля. Многие люди уходят в конспирологию, там говорят о том, что 15-минутные города, и так далее. Я-то знаешь, вот, наверное, первый раз увидел аргументированное, как бы, ну вот, скажем так, готовое решение, зачем вообще вводится цифровой рубль. Если так можно, немножко в двух словах для наших зрителей, там не надо, там умными терминами, ну так примерно плюс-минус сказать, зачем это. Во-первых, я хочу всем еще раз сказать, что криптоденьги и цифровый рубль это разные вещи, абсолютно разные. Это фундаментальные разные вещи, прошу это не путать между собой. Криптоденьги это свобода. Это свобода. Я вот проехал 15 стран на машине со своей супругой и со своими кошками, и везде расплачивался в криптовалюте. Везде. Кроме России. В России пока в крипте платить нельзя. Во всех других странах я платил в криптовалюте. За все гостиницы, отели, бензин, рестораны и все-все прочее. Только в крипте. Это очень удобно, это мега удобно и очень выгодно. Ты всегда, покупая крипту на листинге, ты всегда зарабатываешь на том, что ты можешь ее потратить в разы дороже, а то и в десятки раз дороже. Это первое. Второе. Цифровой рубль это дополнительный инструмент, который руководство России и Китая, наверное, и Казахстана, и Индии введут себе и уже вводят себе в качестве дополнительного инструмента, который позволит расшить тяжелые неплатежи между предприятиями. Экономика Белоруссии, России, Казахстана очень сухая. Не хватает оборотных средств. Катастрофическая нехватка длинных дешевых денег. Цифровой рубль это будут целевые деньги с моей точки зрения, которые можно будет отслеживать, как говорит Путин, маркировать, или окрасить, проверяя, что они используются по назначению. Я считаю, что первое назначение этих денег это будет расшитие неплатежей между предприятиями, это будут оборотные средства, это будут длинные дешевые деньги, которые Россия самостоятельно может создавать. Я напомню, что в рамках Братонбургской системы ни Белоруссия, ни Россия, ни Казахстан, ни тем более Украина не в состоянии создавать свои национальные валюты, свои деньги. Я этим занимаюсь профессионально 20 лет изучаю Братонбургскую систему, изучаю, что такое деньги в принципе технические. Именно поэтому я стал в свое время заниматься криптовалютой, один из первых восстаний. и очень много раз помолился Богу за то, что у меня хватило мозгов понять и за счет этого выжил. Тогда, когда классические бизнеса умирают, когда все классические бизнеса в Эстонии, как только человек касается политики, у него разрушают, до крипты они пока добраться не могут. Мозгов хватает и возможностей. Так вот, касательно возвращаясь к цифровому рублю, я думаю, что вы наверное видите, что в последнее время в России строится громадное количество больших национальных проектов. Но мы здесь в Сочи имеем возможность это наблюдать прямо воочию. В Сочи сейчас это одна большая стройка. При том, что здесь мораторий на строительство высотных домов успели выдать столько разрешений, что прямо сейчас 150 километров пляжа это одна большая стройка. Строится громадное количество гостиничных комплексов, домов, частных поселков и так далее. и так далее. Откуда эти деньги? Откуда эти деньги? Эти деньги намекну, посмотрите на Багучанга строй и узнаете, чья там ферма стоит огромная, например, и так далее. Россия сумела разными путями в данном случае в первую очередь Владимир Путин сумел разными путями вывести Россию из-под кабальной зависимости штатов, которая не позволяла России вкладывать в свою собственную экономику деньги. Сейчас в России вкладываются громадные деньги и в новые регионы, которые сейчас якобы невозможно посещать без участия спецслужб и в центральную Россию и так далее и на Кавказ. То есть Россия развивается громадными темпами просто. Вот я проехал 12 стран, могу сказать, что две страны только развиваются. Это Польша и Турция. Самые лучшие дороги. Это Анкара, Стамбул. Это самые лучшие дороги, которые я видел. Фантастическая абсолютная история. Четыре полосы без ограничений скорости, через туннели, через горы и так далее. Вот в России сейчас строится нечто подобное. Начинают такие подобные проекты строить. Это говорит о том, что в стране есть деньги. Их много. И вот цифровой рубль, с моей точки зрения, это будет одним из возможностей, это будет одной из возможностей России создавать длинные дешевые деньги. То есть начнутся расчеты между предприятиями. Да, понятно, что это будет абсолютно прозрачная история. Она будет под контроль на Центробанку России. То есть непонятно, кто будет этот Центробанк возглавлять. Мне кажется, что после мартовских выборов руководство Центробанка России изменится внезапно почему-то. Мне так почему-то кажется. Потому что последние действия Набиулиной говорят о том, что просто потрясающе, конечно, по цинизму и по своей вредоносности просто потрясающие шаги. Но суть в том, что шаг за шагом, медленно, но верно, Россия выходит из-под бредонгутской системы. В свое время Сталин об этом очень много писал. При всей нелюбви к Сталину и при всей его неоднозначности у него однозначно были серьезные работы и серьезные победы. Невозможно это отрицать. Но мы прекрасно знаем, что Сталина вообще очень сильно как бы переиначили в истории. Да, он об этом в свое время очень много писал. И это тот самый человек, который не позволил Советскому Союзу зайти в бредонгутскую систему и зайти в положение колониальной экономики, создавая тот самый ВЭФ сообщества взаимопомощи, экономической взаимопомощи. И Хрущев первое, что сделал, он этот рубль убил. А это первый удар был по Советскому Союзу, который вынудил Советский Союз бороться за валютные поступления. Сейчас ситуация в корне меняется. Скорее всего в следующую уже декаду правления Путина наверное мы увидим полный выход из-под валютной зависимости из-под поступления доллара в евро в страну. Углеводороды с моей точки зрения будут продаваться за рубли. Это будет следующий шаг после выборов после мартовских. Ну и конечно именно поэтому идет такая жуткая сейчас война за сферой влияния. Европа будет уничтожена. Экономика Европы Евросоюз осколки останутся под кураторством Британии. Прибалтика это будет та самая серая зона. Оборонительный вал почему-то строится за Прибалтикой. Мы понимаем почему. Потому что невозможно столько солдат держать, когда у тебя еще Тихоокеанский регион, за который надо бороться с Китаем. Поэтому массовая истерия продолжится в ближайшие два года. Высылка русских людей из Прибалтики продолжится и увеличится. 63 человека по моим сведениям сейчас высланы. Она продолжится буквально вчера или позавчера Литва объявила тысячу российских граждан врагами литовского государства. Такая же практика будет и в Литве естественно и в Эстонии. Но тем хуже для них. Соответственно чем больше людей они высылают в Россию, тем легче решать демографические процессы. Потому что в России сейчас самая большая беда это нехватка рабочих рук. Настолько много профессий, которые сейчас развиваются в стране, что нужны люди. Поэтому Россия будет увеличивать прирост населения. Это неизбежный процесс. А Прибалтика к сожалению из-за приказов своих кураторов будет продолжать уничтожение своей экономики, разрушать свои страны изнутри к сожалению и провоцировать конфликт для того, чтобы растягивать ресурсы России военные в первую очередь. Скажи, многие люди думают, верят, надеются, а может кто-то наоборот этого боится, именно того, что Прибалтика допустим через 2-3 года может войти случайно в состав Российской Федерации. ну там допустим народ встанет, решит сделать народную республику, а потом по крымскому сценарию проголосовать за то, чтобы какое-то было некое объединение, вступление. Вот твои мысли по поводу этого. Ну никогда у нас такого цели не было, в жизни никогда такого не было. Кая Калас пыталась нам в уста ставить подобный сценарий, такого сценария у нас не было. Мы всегда бились за то, чтобы Эстония и Латвия, ну в первую очередь Эстония сохранилась бы как страна, потому что это исторический шанс, он был дан два раза Эстонии, третьего может быть уже и не будет, но наша задача не зайти в состав России, да и у России нет такой задачи на самом деле оккупировать Эстонию любыми путями, в России задача оккупировать риски, которые идут постоянно из Прибалтики за счет того, что поставленные преступники во власти исполняют приказы кураторов и постоянно нагнетают ситуацию на границах с Россией. Мы все знаем 1997 года договор Россия-НАТО, который Прибалтика нарушила. В этом договоре ясно и четко сказано никаких наступательных вооружений на границе с Россией, никаких. Мы беседовали с Айвой Петерсеном с послом России в свое время, это было почти год назад, и нам четко и ясно было сказано, что если Эстония пойдет на то, чтобы разместить ударное вооружение на своей территории, Хаймерсы, те же самые, ЭК-35 и так далее, которые сейчас активно размещаются и базы, которые сейчас создаются в Эстонии, в 185 километрах от Петербурга, ну это просто, ну, настояние ни о чем, что называется, Россия вынуждена будет, например, превентивно купировать эти риски. Все это прекрасно знали и знают, что они делают. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к населению Эстонии, не говорите потом, что вас не предупреждали, что вы ничего не знали. Я вам говорю еще раз, в сотый раз, Эстония сейчас готовится к военной провокации, эстонское руководство готовится к тому, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией. И результатом этого конфликта будет тяжелейший урон эстонской экономике эстонскому государству. Наша задача, задача партии в первую очередь, сформировать общество здравомыслящих людей в Эстонии, чтобы не повторить судьбу Украины, чтобы сохранить нашу страну Эстонию. И чтобы в России было с кем разговаривать и выстраивать нормальные отношения, добрососедские, экономические, равноправные, уважительные отношения, которые позволят сохраниться Эстонии как в стране, которые позволят эстонской экономике развиваться и работать, а не банкротить одно предприятие за другим. И которые позволят выжить и развиваться многонациональному народу Эстонии. Это единственный шанс для Эстонии выжить в этой ситуации. У Британии другая задача, у Америки другая задача, у Украины тем более третья задача. Нам надо, мы обязаны найти свою нишу в этой всей истории. У нас есть свои интересы. Если мы не научимся объединяться и вместе сообщать, их отстаивать, то мы будем уничтожены. Поэтому я и увез свою семью из Эстонии, потому что я не хочу, чтобы мои близкие, родные, моя семья пострадала из-за чьей-то преступной политики. Я не могу себе этого позволить. И, конечно, то, что я нахожусь сейчас в России, не означает, что я для себя закрыл Эстонию. Нет, конечно. Это моя родина, я родился в Эстонии, и я люблю эту страну. И, конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы эта страна сохранилась бы на карте мира и чтобы она нормально существовала, как нормальный здравомыслящий многонациональный народ. Скажи, последний, наверное, вопрос на сегодня будет по поводу того, что происходит в 404-й стране. Мы не будем сейчас думать, кто виноват, кто прав. Понятное дело, и все умные люди, и все все прекрасно понимают. Кстати, Олег, я тебя узнал первый раз, когда ты рассказывал про некого западного журналиста, который приехал к тебе домой, и ты тогда очень красиво фактами, ну просто как и любой человек, который, ну хотя бы интересуется, допустим, повесткой дня, забросал этими темами, и ты тогда рассказал, что как раз эта журналистка, по-моему, так и не показала полное твое интервью. Нет, не показала, она показала обрывки, изобразила меня путиноидом таким и так далее. Полтора миллиона просмотров это интервью набрало в Ютьюбе, Ютьюб снес несколько каналов уже с этим интервью, по-моему, один остался, вот еще его можно посмотреть. Это датский журналист крупнейшего телевизионного агентства, она спустя полуторачасового интервью со мной сообщила, что она не сможет выставить это интервью в прямом эфире. Зачем приезжала? У меня такой же был вопрос. И главное, зачем тратила мое время, если клялась и обожилась до этого, что она все равно все выставит. Но суть не в этом, суть в том, что, к сожалению, мы видим уничтожение генофонда Украины. Это очень печальная история, кошка тоже пришла меня подбежать. Уйди, уйди. К сожалению, мы видим уничтожение целого генофонда целой нации, потому что британцы запретили Зеленскому подписывать мирное соглашение с Россией. Это очень печальная история и очень обидная история. И когда я общаюсь с украинцами, я постоянно об этом напоминаю. Они почему-то технично об этом предпочитают забывать. Может быть, человек так устроен, что ему удобно думать то, что его оправдывает, а неудобно думать то, где его вина. А вина, конечно, в первую очередь, что они допустили у себя в стране. Нету такой безобразия. Ну и, конечно, их обманули. Конечно, их обманули, потому что это красивая история со слугой народа. Обещали одно, сделали другое. И продолжают, продолжают каждый день уничтожение лучших людей, патриотов своей страны, которых оболванивают и отправляют. Некоторых насильно отправляют. это все совсем не повод для радости. Вот вообще никакой не повод для радости. Мы понимаем, что эта история будет продолжаться, она будет продолжаться, она только усиливается. И мы понимаем, что, к сожалению, украинцы сейчас доведены до такого состояния, что они слышат только одну, они видят одну сторону медали, они никак не хотят посмотреть на другую сторону медали. Ведь успешность любых переговоров заключается в том, что тебе нужно уметь пересадить себя в шкуру другого человека, оппонента твоего. Любых переговоров и понять, почему он бьется. Это же так просто, когда с Харькова подлетное время составляет полторы-две минуты, на которые не в состоянии никто отреагировать. Это же так просто, когда они и сами объявляют, американцы открыто объявляют о том, что в Крыму будет стоять НАТОвская база и Российский Черноморский флот будет заперт в Черном море. Но это же абсолютно элементарные вещи, которые любой школьник понимает. Но некоторые украинцы не хотят это понимать. А история, наука очень суровая. Она очень суровая. Но не хочешь понимать, погибай. Нет мозгов, погибай. Вот такая чистка идет сейчас, к сожалению. Понятно, что все к тебе прыгали на Майдане, они либо за границей уже, либо в окопах, либо уже умерли. А большинство из них уже в земле. И самое обидное, что все эти предводители вот этих нацбатов, вот они-то не воюют. Вот они-то сидят тихонечко в Крыму, в Киеве, за границей, на Кипре, в Антекаре. Вот это самое обидное и неприятное. Что своих сыновей они туда не посылают, что сами они не едут. они отправляют туда обычных ребят, которые вообще к этому не причастны. Погибать. Погибать за Зеленского, который богатеет, 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 богатеет. И обратив внимание, опять же, раз, тихонечко, хоп, опять выставили его счета, его и всего окружения. Почему американцы это делают? Спрашивается. Почему американцы публикуют сколько миллиардов у Зеленского и у всех его окружения? Они же сами его таким образом сливают. И сейчас они уже открыто обсуждают западное спрессе, открыто, кто будет следующим после того, как убьют Зеленского. Но, может быть, поэтому он и понимает, что он не может ничего подписывать, каких-либо мирных соглашений, потому что его просто уберут как раз-таки из-за этого. То есть, его угрожают, правильно я понимаю? Вопрос в том, что его уберут в любом случае. Потому что Россия с ним подписывать ничего не будет, а Западу он в какой-то момент станет не нужен. И случится какая-нибудь внезапная ракета куда-нибудь внезапно прилетит или что-нибудь внезапно случится, обвинят об этом естественно в этом Россию, что Россия убила президента страны. Это как в случае с Белоруссией, когда Лукашенко взял и вывез за границу своих оппонентов политического. Нет, ребят, здесь не будет жертв сакральных. Пусть они будут в Литве. Нам здесь это не нужно. И прям сопровождение КВБ вывез своих оппонентов в Литву. Красиво? Красиво. В случае с Зеленским к сожалению все будет несколько иначе. Да. Олег, спасибо тебе огромное за это интервью. Может быть ты хочешь обратиться к подписчикам? Еще какие-то слова на путь? Я да, пользуясь случаем я хочу еще раз обратиться к всему евразийскому пространству. Людям, которые нас поддерживают и слушают. Первое, я хочу сказать огромное спасибо за поддержку Айва Петерсона, потому что ему сейчас там в одиночной камере совсем тяжело. Плохо ему там. Да, мы конечно собираем деньги, пожертвования, оплачиваем там адвокатов и продукты и прочее, прочее. Все, что мы можем делать, естественно, мы можем сидя в одиночной камере человека просто уничтожают. Просто уничтожают за то, что он вместе со мной имел смелость говорить правду. Поэтому огромное вам за это спасибо и просьба все, кто может, пожалуйста, продолжайте это делать, потому что юристы это очень дорогая история и жизнь в Эстонии очень дорого стоит. Я, конечно, сам по мере возможности тоже оплачиваю все эти истории и наши участники помогают. Спасибо еще раз вам огромное за это. Это раз. Во-вторых, периодически конечно ему рассказывают юристы и ему не дают возможность сидеть в интернете, но юристы рассказывают о том, что происходит. Ему это дает силы и вдохновляет на новые подвиги. Ему постоянно предлагают соглашение, согласиться с тем, что он виноват и поставить крест на своей карьере. Он на это не идет. Он мужественный человек. Поэтому суд будет. Суд они сделали закрытым. Несмотря на пикеты и требования о том, чтобы суд был открытым, суд будет закрытым. До сих пор не предъявили обвинения, потому что предъявлять нечего по сути. мы продолжим свою борьбу, естественно, и мы обязательно победим. Мы победим просто потому, что за нами правда. А правда она одна. И мы знаем, что добро всегда побеждает. Надо просто иметь внутреннюю силу для этого, волю и храбрость. Мы люди открытые. Пожалуйста, звоните, пишите, вступайте в ряды нашего движения, помогайте и мы победим. До встречи. Спасибо огромное, что вы были с нами. Подписываемся на канал, оставляем также под нашим видео комментарии. Ну и всячески пытаемся, конечно же, таким способом продвинуть это видео благодаря алгоритмам YouTube. Я думаю, что, конечно, если будет много просмотров, нас просто заблокируют. Все как обычно. Спасибо, пока. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,